Стандартный, простой, нормальный, первый вопрос. Как сегодня живется музыка? Ну, по-разному, я думаю, что. Все-таки, если говорить про меня, то есть много разных проектов, в которых принимаю участие. Это не только музыкальный, это еще и театральный, и академическая музыка я играю, и организую фестиваль Лео-Рекордс. И много разных участия в смежных разных проектах, поэтому, в принципе, мне удается зарабатывать музыкой, точнее, тем, что я делаю. Не ходить куда-то на сторону и работать в какой-то другой профессии, как делают многие, или некоторые. В последнем случае, когда я учился в ученище, я помню, что многие музыканты, они вынуждены были, как-то, для того, чтобы себя прокормить, работать не по музыке, или работать просто в попсе, тем самым, как зарывая свой талант. Вот, поэтому вот такая проблема, конечно, существует вообще, в принципе. Ну, а скажите, пожалуйста, вот вы лучше меня знаете, музыкантское сообщество, гораздо лучше меня. Вот, я говорю только, спрашиваю только о людях, которые играют оригинальную музыку, цель нашего проекта, говорить об этих людях. Скажите мне, вот, не точная статистика, но ваши приблизительные подсчеты, может быть, очень приблизительные, плюс-минус трамвайная остановка, сколько вот в музыкантском сообществе людей, которые живут исключительно своими проектами, и людей, ну, разносторонних, как вы, потому что несколько моих собеседников, ровно, об этом же говорили, театральный проект, музыка к кино, музыка к театру, и так далее, и тому подобное. Вот, наверное, 50-50, 50 на 50, или нет? Нет, ну, может быть, да. Но, опять же, каждый случай индивидуален, и, мне кажется, формулу какую-то нельзя вывести определенную. А я не про формулу, я про то, что есть достаточно большое количество музыкантов, замечательных композиторов, которые живут исключительно собственными проектами. Они живут не в том смысле, что они живут материально, а они психологически, ментально живут в этих проектах. И они вынуждены делать то, что вы говорите, идти там в попсе, играете, и так далее, и так далее. Потому что, ну, столько театров просто нет. Ну, дело в том, что тут, опять же, сразу несколько вопросов касаемо попсы. Если человек занимается своей оригинальной музыкой, и для того, чтобы заработать и прокормить себя идет в попсу, то есть ли у него время для того, чтобы заниматься своей музыкой после этой попсы, да? Тут сразу ставят этот вопрос. Или, если это какие-то разовые работы, то, может быть, удается. Но я думаю, что при такой очень жесткой работе в попсе, я думаю, что очень сложно еще какое-то время уделять какой-то другой музыке. И у меня были случаи, когда у меня играли ребята, которые, ну, там, басисты или барабанщики в моем составе, которые параллельно участвовали вот в таких, таких, там, проектах попсовых. В частности, вот у меня басист, еще давно, когда мы с ним сотрудничали с Сашей Лебарским, он играл в группе «Жуки». Вот я его позвал на концерт. Он мне сказал, Леш, ты знаешь, ну, я, конечно, с радостью соглашусь с тобой играть, но я все-таки завязан с «Жуками», у меня там контракт, и если вот за две минуты до концерта, до нашего столовой концерта, мне позвонят и скажут, срочно выезжай, я все бросаю и еду к ним. Вот, так что... Пропал человек? Ой, я не знаю, но мы все... Нет, я не в том смысле, я думаю, что Саша не пропадет. Я имею в виду, пропал ли он как музыкант оригинальный был? Ну, вы знаете, я... Я не про него конкретно, а про целый класс таких людей. Сложно сказать, опять же, все индивидуально. Вот, если говорить про училище, да, в котором я учился... Почему я про училище? Потому что изначально, вот именно на том этапе видно, уже видно, кто куда настроен, во-первых. Так вот, на том уровне уже видно, кто куда настроен, и уже видно, есть ли у человека какая-то мощь или там внутренняя энергия для того, чтобы делать свое, и возможно ли даже что-то совмещать несовместимое. То есть, какие-то зачатки вот этого, наметки уже контр, так сказать, будущей творческой личности, они видны. Вот, поэтому я могу сказать то, что в училище очень много музыкантов, которые, ну, я уж повторяюсь, да, уходили в попсу, и, честно сказать, я уже забыл ваш первый вот этот вопрос, на который я стал отвечать, и уже куда-то ушел. Ну, это вопрос о том, что вы привели пример человека, который сказал вам, что за две минуты я буду сорваться с вашего концерта. Я задал вопрос, этот человек пропал для себя, как творческой единицы? Так вот, я думаю, что все-таки все индивидуально. Мне хочется верить, что нет, что все-таки люди не пропадают, и в любой момент жизни есть вот эта дверь, которую можно открыть, и взойти туда, и делать что-то такое, все-таки, то, к чему ты призвана по-настоящему. Ну, тогда вопрос такой внутренний, я бы сказал, конфессиональный. Театральные проекты, прочие проекты, ну, вот то, что вы играли сегодня. Знаете, вот в журналистике есть такая штука, да, люди работают, пишут какие-то стандартные тексты, да, выполняют редакторские поручения и так далее, и так далее. А дома сидят и пишут книги, или пишут свои тексты, или создают свои проекты, что сейчас возможно. Вот то, что вы сегодня играли, это что? Это хобби или так голова мыслит? Ну, конечно, да, и голова так мыслит, и это чувство определенное, и, как сказать, ну, можно сказать, призвание. То есть это одна из сторон нашей деятельности, да, потому что, говоря о театральных проектах, да, я имел в виду то, что мне не приходится там играть, да, и отбывать какой-то номер. Наоборот, мне это очень интересно, и потрясающий проект, в которых я участвую, участвую, это и спектакли, и Борис Милигран, и Дмитрия Крымова, и Бориса Юхананова. Я просто счастлив, что я принимаю в них участие, и хотел бы больше. Поэтому это и сам тоже ставлю. Вот у нас есть с моей группой круглый бэнд спектакли по Высоцкому, по Маяковскому, по Пригову, по Хлебникову. Поэтому вот это одна из ветвей моей творческой деятельности, она мне ужасно интересна, и вот это, как бы, тоже меня очень сильно захватывает. Но, тем не менее, когда мы играем инструментальную музыку, когда в ней нет слова, по сути, все те же самые принципы, которые мы используем и в театральных проектах, мы переносим в инструментальную тоже. Те же самые метафоры и ассоциации, может быть, и... Ну, прежде всего, я думаю, что метафоры, и такой, может быть, несколько нестандартный подход к вообще, к такому художественному пространству. Вот поэтому все это ужасно и интересно, и захватывающее, и... Ни в коем случае не является хобби. Нет, это вот наше призвание. Да, лучший отдых для головы – это перемена занятий, это известно. И факт, да, и... Хоть это и происходит, все внутри одного большого пространства, называем музыкой, да, но все-таки это... Ну, это мир. Это те же самые, в принципе, те же самые законы, как и в жизни, лишь с какими-то акцентами на специфику вот этого, этой деятельности. Вот, а так, в принципе, ничего... С одной стороны, ничего нового не придумывается, с одной стороны, но с другой стороны, что-то новое все-таки происходит, и мы, конечно, можем себе давать отчет и думать, вот, да, мы придумали какую-то новую форму, мы придумали какую-то новую структуру и прочее, но это все вполне возможно может казаться таким неким... Не то чтобы обманом, да, для нас самих, но какой-то такой вещью, в которой мы все-таки заблуждаемся, потому что при... Вот мы думаем, вот мы создаем что-то новое. А на самом деле в этот момент происходит какой-то совершенно другой, противоположный процесс, точнее, параллельный процесс, да, и мы не знаем о том, что какие-то идеи, они независимо от нас начинают рождаться. Вот, поэтому нам кажется, что мы делаем вот это, но вполне возможно уходим совершенно в другое направление, и вот эта идея, которая родилась, о которой мы не знаем, она сама выводит концепцию того, что мы делаем, совершенно в другое русло. Вот, я не знаю, как я объяснил. Отличное объяснение, все прекрасно. А скажите мне, пожалуйста, как долго вы находитесь, вот, скажем, в театральном творчестве? Ну, что касается лично меня, то, собственно, просто уже с самых ранних лет, у меня просто папа тоже музыкант, и постоянно дома песни Высоцкого и прочее, и вот это как-то я впитал. И для меня нет различий между джазом, академической музыкой, и поэзией, театром. Какое-то вот такое единое какое-то направление, потому что я, с одной стороны, я играл на фортепиано классику Шопена-Баха в музыкальной школе, параллельно пошел потом в класс-центр музыкально-драматического искусства, в котором дети, это такой детский театр Казарновского, в котором дети были полноправлены... Сергей Казарновский? Да, Сергей Казарновский. Дети участвовали в спектакле, музыканты читали какие-то монологии, и актеры, наоборот, выходили и играли в оркестре. То есть, вот это какой-то был такой очень творческий процесс. Я попал в класс-центр в 14 лет, и, конечно, мне очень сильно понравилось. Я немножко хотел развернуть этот вопрос вот таким образом. А скажите, пожалуйста, вот скукоживается пространство, вот за все это время, пока вы работаете, скукоживается пространство свободы творчества. Больше ли появляются возможностей, или их количество уменьшается? Интересный вопрос. Мне сложно сказать все-таки. Опять же, я могу сказать, что да, но при этом будет нет. Не знаю, это на самом деле надо подумать и проанализировать. Но опять же, все зависит от жизненной ситуации. Например, в последнее время у меня не так много времени вообще заниматься чем-то, и семья, дети, и очень много дел, каких-то организационных тоже. И логически, у меня не должно вообще ничего получаться. То есть, времени на создание каких-то проектов, на репетиции, и его вообще совершенно нет. Но при этом, например, в этом году 7 дисков вышло, сейчас 8-й готовится, фестиваль, 4 проекта литературно-музыкальных музыкций. То есть, какие-то необъяснимые вещи существуют. Чем больше ты занят, тем больше у тебя появляются возможностей для того, чтобы воплотить какие-то свои задумки в жизни. Ну, хорошо. Тогда еще более конкретно этот же вопрос задам. Количество площадок, где вы можете работать, количество ивентов, в которых вы можете принять участие, количество музыки, которую вам интересно слушать. Вот за обозримый период в вашей карьере, насколько он изменился в количественном факторе? Ну, я же не прошу вас цифры называть, да? Просто по ощущениям. Ну, я помню, в начале 90-х у нас, по сути, была только одна джазовая площадка. Это джаз-арт-клуб Алика Эдельмана. В замечательном месте, напротив подрома, в здании театра Елены Камбуровой. Вот. Ну, сравнивая, конечно, приходишь к выводу, что сейчас гораздо лучше все-таки ситуации. Во-первых, этот джаз-клуб, он тоже и существует, находясь в клубе ССЭД. И уже такая большая история у него. И помимо этого, очень много других джазовых клубов, в частности, клуб Алексея Козлова и другие площадки тоже, культурный центр «Дом», опять же, с одной стороны. С другой стороны, все равно нам всегда чего-то не хватает, и хочется больше, 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 больше мест для того, чтобы можно было где-то что-то выступать. И, конечно, существуют и сложности организационного порядка, договариваться и прочее. Но я думаю, что все-таки, наверное, ситуация лучше становится. Лучше. Ну, давайте вот какой вопрос попрошу вас прокомментировать. Вот в последнее время, ну, это правда лучше, появились, ну, во всяком случае, появилась, скажем, программа «Голос», да, на телевизоре, где, правда, прекрасные порой вокалисты, да, прекрасно подготовленные и вообще обладающие там и тембром, мои тесситуры и так далее, и всем остальным, замечательные. Но все-таки это конкурсы исполнительского мастерства, да, то есть они берут чьи-то произведения и их либо трактуют, либо копируют. Но существует огромный пласт потрясающих музыкантов с оригинальными своими программами, со своей музыкой. Нельзя же среди них устроить конкурсы никакого, да, соревнования, так говоря. Но для этого существует вот то, что вы делаете, в том числе фестиваль. Фестиваль предполагает несоревновательное участие нескольких там коллективов музыкантов. Ну, конечно. Вот с этой точки зрения ситуация улучшается? Если говорить про фестиваль, который я организую, это фестиваль «Лео Рекордс», который в этом году прошел уже в четвертый раз, то, конечно, у нас изначально была идея вместе с Левой Фегином сделать такое событие, при котором музыканты разных поколений, из разных городов, не только России, но и вообще мира, в частности, безусловно, это в первую очередь артисты «Лео Рекордс», потому что Лео Фегин – это владелец «Лео Рекордс» и компания, которая издает именно инфраструктуру, нестандартную музыку, чтобы в первую очередь именно артисты «Лео Рекордс» представляли свои проекты. Но и на первом фестивале так оно, собственно, и было, когда приезжал Вячеслав Ганелин. Но потом фестиваль разросся. У нас, например, прошлый фестиваль проходил 15 дней в семи городах при поддержке Бютт-института, и немецкие музыканты приезжали к нам. И, в общем-то, вот эта идея того, что происходит встреча музыкантов разных поколений, и вот они как-то так обмениваются какими-то идеями, вместе создают, допустим, даже не играли до этого никогда, да, встречаются, и тут же там за 10 минут что-то придумывают, какой-то новый проект общения. И это действительно очень важно и помогает развитию, в частности, новой джазовой музыки в России. Хотя я не скажу, что мы придумываем что-то новое, потому что новая джазовая музыка в России существует уже больше 50 лет, ее основатель Вячеслав Ганелин, один из основателей, скажем так. Вот, поэтому, я думаю, что это очень важно, но я опять забыл, о чем вы спросили. Вы прекрасно ответили, можно и продолжать. Расскажите мне, а вот тот фестиваль, который вы организуете с Лео Фреггером, а он выхлоп дает для музыкантов? Я все о простом, о земном, о материальном, потому что я понимаю, что жизнь очень тяжелая. Ну, по-разному, по-разному. Все зависит от того, где и как он проходит. Если говорить про первый и третий фестивали, то более-менее финансовая ситуация была неплохая, коль мы смогли пригласить немецких музыкантов и Вячеслава Ганелина. Второй и четвертый, вот этот фестиваль, который мы провели буквально месяц-два назад, финансово все-таки были не такими успешными, но это объяснимо, потому что все-таки официальный кризис и прочее. Но мы считаем, что все-таки надо это дело продолжать. И если это не делать, то вполне возможно фестиваль вообще остановится, и музыканты, ну, конечно, они будут и в других проектах, и без фестиваля прекрасно себя чувствовать, я уверен, да. Но фестиваль – это как событие, которое позволяет все-таки аккумулировать различные силы, различные коллективы, и как бы посмотреть на всю картину не только московского флейджаза, нового джаза, но, в общем, на всю картину даже в России, потому что фестиваль не только в Москве, это и Питер, Архангельск, и в этом году Екатеринбург, и Казань. Поэтому вот такая ситуация. А позволь я себе такой вопрос задать? Вот, ну, скажем, в любом виде человеческой деятельности, ну, промышленно-производственном, скажем, да, существуют выставки, да, устраивают выставки. Снимают павильоны, огораживают их, соответственно, и продают эти площади. На этих выставках заключаются договоры, да, туда приходят люди со всего мира, приезжают. То же самое фестиваль, да, ну, с одной небольшой поправкой, что это все-таки музыка. Я вот о чем спрашиваю. Получают ли ангажемент артисты, которые приглашены? Я не имею в виду людей уровня Ганеллина, ни в коем случае, или немцев, все же самых, которые приезжали, безусловно, за гонорар. А вот те, которые выступают на безгонорарной основе, они же выступают, чтобы показать себя. А это показать себя воплощается во что-нибудь? Ну, конечно, если говорить про молодых музыкантов, которые принимали участие в нашем фестивале, то это, ну, я буду, конечно, такие сейчас наивные вещи говорить, но это действительно так. Это дает толчок. Вы тебя тоже задал наивный вопрос? Ну, все гениальное просто. Да, это дает им возможность и толчок для того, чтобы как-то дальше что-то делать, именно в творческом плане. А в финансовом, я бы не сказал, что у нас молодые играют бесплатно. Нет, конечно, получаются какие-то гоноры, в частности, если это клуб, то это обычные клубные условия, если нет спорта, тогда в фестивале. Вот, поэтому выхлоп в этом плане есть, конечно. И они, конечно, встречаются с тем же Ганнелином и общаются. Например, к нам приезжал швейцарский трубач Яник Бармен, который играл в составе Гоудсноутс Оркестра. Ну, конечно, ребята были очень рады, то, что с ним сыграл такой человек, и вместе посотрудничали, и даже вышел фильм в этом фестивале, и, конечно, это так было. Ну, в общем, это очень важно. Очень важно такое общение. Скажите, под завершением разговора нашего, скажите, а вы с оптимизмом смотрите в будущее? Ну, я вообще человек оптимистический, да, оптимистичный. Ну, вы знаете, я не хотел бы унывать, там, и еще что-то. Конечно, я согласен, трудности есть и немалые, но все-таки я думаю, что плюсов больше все равно. Музыканты, ну, не только музыканты, и многие творческие люди, конечно, всегда хотят, и оправданно хотят больше, больших возможностей, и даже вот на собственном примере у меня есть свой оркестр. Круглый бэнд – это такая организация, которая, коллектив, который представляет проект абсолютно разный. Это, как я говорил, театральный малый состав и инструментальная музыка. Есть биг-бэнд. Идея у нашего биг-бэнда просто потрясающая. Ну, куда ее еще лучше? Это исполнение музыки отечественных композиторов. Мы были одним из первых, кто сыграл симфонию Юрия Маркина. Это крупное произведение, четырехчастное. По-моему, Маркин единственный вообще в джазе человек, кто пишет вот такие крупные полотна, как в академической музыке, мы знаем, есть симфонии, концерты, а в джазе такого нет. Так вот, Юрий Иванович, наш ветеран, мэтр нашего джаза, он пишет такие вещи. Мы записали эту музыку, и симфонию, и несколько концертов, и концертина для Валторна, которая играла с нами Аркаша Шелкулопер. И помимо Маркина мы играем музыку того же Шелкулопера, и Владимира Тарасова, и Владимира Миллера, Игорь Широков, музыкантов нашего оркестра. Идея, конечно, замечательная и патриотичная, что самое интересное. Так вот, допустим, получить бы поддержку какую-то на этот оркестр, ничего не удается. И поэтому я мог бы его вот так вот махнуть на все рукой, и... А, да ладно. Но нет, музыканты все собираются практически на голом энтузиазме, репетируют, играют эту музыку. Вот. В клубах выступают. Ну, может быть, какой-то фестиваль, там где-то что-то, но так, чтобы это было поставлено, прям на поток, чтобы музыканты получали зарплату, и... Нет, вот просто на голом энтузиазме, и на каких-то морально-волевых, и вот на только... Потому что это нравится, потому что это важно. Вот только поэтому. И, конечно, стену, может быть, когда-нибудь пробьешь, но голову при этом уже сломаешь. Может, на заднем плане вешать портрет определенный? Извините, это был вопрос, но... Тем не менее. Видимо, на это только и реагируют сегодня человеки. Там той же культуры. Ну, я не знаю. Я писал в Министерстве культуры, и мне даже пришел ответ из администрации президента, что можно попытаться получить грант на оркестр. Ну, я зашел на сайт, который мне указали, там написано, что все заявки до какого-то времени исчерпаны. Значит, будем ждать этого времени писать заявки. У нас, вот, видимо, другого пути нет в России. Вообще, это не только в 21 веке, в 20-м, а в 19-м так было, я уверен. А меценатов существует? Существует, да. Да, есть у нас несколько хороших друзей, которые помогают, действительно. Очень хороших друзей. Ну, значит, еще не все потеряно. Да, не все потеряно, да, конечно. И то, что делает, например, издательство «Орбит», это же вообще потрясающая, гениальная вещь. И тот же лейбл «Фэнси Мюзик», от которого мы сегодня выступаем. И эти люди, конечно, перед которыми мы просто готовы встать на колени и благодарить их за то, что они все это делают и поддерживают. Но силы-то не безграничны, и финансовые возможности тоже. И поэтому у нас в России часто все делается не благодаря, а вопреки. Ну, так что на том стоим. И я надеюсь, что все-таки может что-то изменится. Потому что я оптимист, наверное. Спасибо.